Добрый вечер. Добрый вечер. Ваши вопросы? Я хочу свободы прямо сейчас. Свободы? От чего? От ума. Как ты себе представляешь? Полностью освобождение от него. Я не знаю такого состояния. Состояние не ума. Я не знаю такого состояния. Ну, тогда вопрос, если ничего нет. Нет ума, нет формы тела, нет эго-ума, нет даже я. Тогда кто обретает дом? Кто сказал, что нет ума, нет тела? Что это за состояние мы обсуждаем? Да, умирание я. Опять непонятно, что это не решит. Понимаете, я предлагаю обсуждать только непосредственный опыт, который был в вашей жизни или в моей. То есть, ты мне сейчас задаёшь вопрос о чём-то, что ты не переживала и спрашиваешь, как это выглядит. Я правильно понимаю? Ну, я из-за того, что я вот об этом просветлении, то, чего я вот это, как теории, это всё вот этой информации, всё вот эта вот смесь, которую я впитала как губку, я теперь не знаю, как мне от неё избавиться. Да просто перестань на эту тему, как говорится, думать и всё, займись каким-то делом. А как ум остановить? А зачем ум остановить? Ну, что за задача? Остановить ум, быть вне ума. Это что, овощем каким-то, я не знаю, что за задача такая, быть вне ума? Чем тебя ум-то не устраивает? Ну, иногда такие мысли приходят, просто, где удаёшься, откуда это всё? Да, ну и что? Так он работает, приходят мысли какие-то. Откуда это? Через тебя думается, вот так я тебе могу сказать, вот через тебя думается. Этот процесс ты не регулируешь вообще. Поэтому избавиться от процесса, который ты не регулируешь, это псевдозадача какая-то. Невозможно от него избавиться. Я не знаю такого состояния, чтобы не было ума. Ум имеет место быть, как часть природы. Никуда ты его не денешь. Ну, как это? Могут говорят, что в присутствии мастера останавливается ум. Я такую задачу не ставлю вообще, честно говоря. Я не знаю, может, у кого-то останавливается где-то в присутствии кому-то. То есть я, например, пришёл разговаривать часто, а не останавливать чьи-то ум. Как мы будем общаться, если умы ваши остановятся? То есть идим, помолчим? Ну, только не эти два часа. Если два часа пришли беседовать, а не молчать. Молчать я предлагаю на ретритах. На ретрит приезжайте, мы там днями молчали. Не то, что там два часа, днями целыми. Запрещено разговаривать, запрещено смотреть в глаза, и там особые практики. А сейчас пришли мы беседовать с вами, общаться пришли. Почему? Сейчас что-то останавливаем. Как бы сатсанка для меня – это такое общение, резонансное общение. Спросите, что вас действительно беспокоит. И мы на эту тему как бы пообщаемся с вами. А сейчас поставить себе задачу остановить ум, да невозможно. Вы во сколько проснулись? Ну, в среднем. В шесть, в семь, в восемь, да? Сейчас в семь часов. В двенадцать часов у вас было гудежа. В двенадцать часов гудежа сегодня было. И вы прямо сейчас хотите вот раз, и вот это гудеж прекратить. Ну, представляете, ну вот вы вибрируете как бы. Вибрируете в такой это. Да? Двенадцать часов вот так вот вибрировали. Как сейчас вот это вот можно остановить? Я не знаю такого способа, честно говоря. То есть это снимается, как задача на сегодня снимается. Давайте другие вопросы. Можно я... Да, микрофон, пожалуйста. Вот я ваши лекции слушал. Вы рассказывали, что когда вы испытали состояние просветления, у вас был такой момент, что вы абсолютно отделились от тела и воспринимали его просто как оболочка какая-то, как костюм. Да? Вот. У меня вопрос такой. То есть вам тогда было как бы всё равно, что с этим телом будут делать. То есть его рвать, резать будут. Абсолютно. У меня вопрос. Если человек физически умирает, и он не просветлён, это больно или не больно? Ну, очень простой вопрос. Потому что, понимаете, каждый человек, и я считаю, если он приходит сюда, то есть если он идёт своим путём, что подталкивает? Основной инстинкт — это страх перед смертью. То есть человек не хочет умирать. Нет? Ну, меня привело именно это. Поэтому я хочу спросить, как человек, который не просветлён, испытывает смерть? Каждый по-разному. Физически это может быть по-разному у каждого. Но обстоятельства смерти могут быть разные. Может быть болезненные физически, неболезненные. Можно мгновенно там во сне уйти. Тебя что беспокоит, на самом деле? Ты боишься, что будешь уходить болезненно? Да. Ну, тут я тебе ничего не могу помочь. Тренируйся. Хорошо, тогда по чуть-чуть. Я не знаю, что-то. Обжигаться надо там, бить себя. Ещё какой-то вопрос был в связи с этим связан. Хорошо. Вот есть, скажем, в Питере такая секция Михаила Молдаванова. И он конкретно рассказывает, то есть у него приходит, ну, на сатсангах он рисует на доске. И на доске схема пути. То есть там физическое рождение, половое созревание, потом путь именно, который с практиками связан человека. Потом идёт состояние, когда ты ощущаешь себя не телом. Это он назвал состояние наблюдателя. Следующее состояние — это состояние, когда ты чувствуешь себя не умом. Ну, то есть он назвал это самадхи. А потом после самадхи только наступает просветление. Вот у меня вопрос. А, и причём он категорично утверждает, что если не будет самадхи, то ты никогда не станешь просветлённым. То есть эта схема, она рабочая, или это просто, опять же, конструкция какая-то ума? Ну, ко мне вопрос, это к Молдавану вопрос. Слушай, не моя схема. Я такую схему не предлагаю. Я не знаю, что он там имеет в виду, что он называет состояние самадхи, что он называет состояние пробуждения. Не знаю, это к нему, наверное, вопрос. Ничего не могу сказать. Ну, да. Ну, понимаете, как бы комментарий такой. Я должен прокомментировать содержание, которое вложил другой человек. Содержание его, что он имеет в виду под этими терминами. Я не знаю, может, он другие вещи имеет. Я под словом самадхи одно имею, а он другое. Как я могу комментировать, что он имеет в виду под этим словом? Нет, я просто хочу для себя уяснить, извините, я перебью. Стоит ли вообще зацикливаться на всяких вот этих схемах? На всяких этих конструкциях? У вас выбора нет. Если вам что-то интересно, вы будете это с разных сторон рассматривать. Ну, разные точки зрения должны посмотреть на это. Если есть реальный интерес. Придется почитать всех, кто на эту тему говорил, попереваривать это все и попробовать что-то. если реально интересно. Тут не стоит вопрос такой, стоит что-то делать или не стоит. Стоит один вопрос. Тебе это интересно? Все. Если интересно, будешь читать. Будь всех знакомиться, сравнивать, пробовать что-то. Если реально интересно. А так, чтобы вот это стоит, а вот это не стоит, мы не найдем таких правил, их просто нет. Для кого стоит? Это должны быть конкретные люди. То есть любая вещь должна рассматриваться в контексте применения конкретного человека. И будут ли они связаны, определяется одной вещью. Интересно. Тебе интересно заниматься? Неинтересно? Сколько бы я тебе не говорил, это стоит, слушай, почитай обязательно, посмотри. Неинтересно. Правда? Если тебе интересно, читай всех. В какой-то момент ты просто скажешь, все, хватит читать, надо что? Что-то надо делать уже. Все, так ты просишь читать. Сам просишь, без всяких рекомендаций. Стоит это, не стоит. То есть, допустим, вот именно сидеть в ретритах, это тоже не обязательно. То есть, если у меня нет интереса, то я движусь. То есть, у меня рекомендация одна. Если что-то хочешь рассмотреть, удели этому внимание. Все. Хорошо. Да, удели внимание. А в каком виде ты будешь уделять внимание? Это уже такой вопрос. Пока все. Да. Пропустите, пожалуйста, что такое внимание? Как им управлять? Вообще, как оно работает? Спасибо. Внимание – это уже нечто очевидное для нас. Как, если говорить о формах проявления намерения. Намерение проявляется через конкретные желания. Желание собирает внимание. Внимание дальше собирает действие. То есть, внимание – это уже более-менее очевидная фаза проявления моего намерения какого-то. Просто посмотрите, куда идет внимание. Оно само идет. Ты же не можешь им управлять на самом деле. Внимание. А концентрирование? Концентрированное внимание является проявлением искреннего интереса. Интерес ты не регулируешь. Поэтому, если тебе предлагается, например, какая-то там практика, то суть, получается, процесса – это выяснение, насколько она тебе интересна. И все. В какой-то момент ты можешь потерять интерес к ней. И все. Внимание туда автоматом больше не идет. Сколько тебе не будут говорить, направляя туда внимание, оно не идет. Но неинтересно. Но есть же вещи, которые тебе совершенно неинтересны. Ты идешь по улице, и совершенно неинтересно, например, из чего построены здания. Ты не занимался архитектурой или чем-то еще, строительством. Не идет туда внимание. А архитектор будет идти, он будет смотреть на эти вещи. У него внимание автоматом идет туда. А у тебя не идет совершенно. Вот этот момент ты не регулируешь. Обратите внимание. Сейчас мы с ним даем, чтобы было ощущение, что он ответствующий. Я ответил на твой ответ? Вопрос был задан в аспекте осознанного управления вниманием. Бывает эффект. Идешь по улице, тут раз – бах, звук включился. Сразу же останавливаемся. Я говорю, вниманием управлять не получится. Хорошо. А медитация? Все направлено внимание на объект? Да. Это попытка выяснить, насколько тебе интересна медитация. Окей. Хорошо. Значит, внимание – это интерес. Это проявление интереса. То есть, когда ты садишься и начинаешь медитировать, в какой-то момент ты чувствуешь, что не медитируется что-то. Ну, да, все бывает. Тебе говорят, направь еще внимание туда. Но не медитируется. И в какой-то момент ты бросаешь. Почему ты бросаешь? Не идет энергия туда, как бы, внимание само не идет. Сколько бы тебя не заставляли, это как правило какое-то. Оно не идет. То есть, что ты выяснил, что эта вещь тебе не интересна. Правда? Поэтому какая задача, по сути, стоит? Выяснить, что тебе реально интересно. А это можно распознать, а не отрегулировать. Не направить, не создать себе интерес, а рассмотреть, какой он уже есть. Ваша концепция ясна. Я управляю этот интерес, и это произвольное вдохновение. Да. Хорошо. А что насчет воли? То есть, должна быть какая-то целенаправленная стабильная практика, чтобы получить результат. Без этого не бывает. Ну, никак вообще. Воля – это попытка, да. Попытка повернуть реальность. Вспять. Неваляшка, понимаешь? Неваляшка. У него вот есть такая штука. Вот он стоит, все. Если его в сторону положить, он опять встанет. Ну, вот такая же штука, твой интерес. Вот сколько его в сторону не отводи, он пойдет туда, куда реально интересно. Ты можешь силой воли, да, взять его в сторону, отвезти и сказать, видите, я же могу, да. Ну, посиди так неделю. Все, я понял, вопрос за счет. Ну, все. И ты поймешь, кому я что доказываю. Мне реально эта вещь неинтересна. Хорошо. Еще один маленький вопрос. Что вам сегодня снилось? Что-что? Что вам сегодня снилось? Да. Ну, во-первых, не помню. Во-вторых, а какое это имеет значение вообще? Что мне снять? Ну, просто интересно. Хорошо. У вас куча всяких эффектов. Ну, ваше сознание, оно, может быть, отличается от моего, да? Оно имеет свои какие-то странные аспекты. Нет, снис, снис. У нас с тобой идут в одном формате, понимаешь? Если ты думаешь, мне снятся какие-нибудь там божественные, или что, золотой рамочке, что ли? Ничего подобного. Все так же идет. Ну, просто кино, это, оно иногда бывает очень реально, понимаете? Ну, это те же ОС, там, осознанные сны, все-таки прочее. Ну, это отдельная тема, осознанное сновидение отдельная тема. Просто бывает, и оно так иногда впечатляет, скажем. Немного сдвигает внимание на какое-то время. Я этим занимался, это отдельная тема. Если интересно, нужно поговорить, если есть вопросы на эту тему. А что конкретно мне просто снилось? Какая разница, материал моего сна, какой имеет значение? Ну, в принципе, не материал, скорее качество, да? Это осознанно или просто? Я просил заниматься уже, но уже не занимаюсь, неинтересно. Все, понял. Спасибо. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а можно искусственно заставить себя не любить человека? Если можно, как это сделать? У тебя сейчас стоит такой вопрос. Да. Необходимость такая, да? Давай как-то сформулируем по-другому. Иначе у меня, честно говоря, просто даже терминологический клин. Искусственно заставить не любить. То есть, естественно, получается, что ты его любишь. Люблю. Да. И заставить себя не любить, да? А еще и искусственно это надо сделать. Нет, давайте уберем искусственно. Просто заставить не любить. Невозможно. То есть, это надо пережить или что-то ситуация? Да. Люби его дальше. У тебя нет выбора. Если тебе симпатично. Мне в детстве нравились ананасные конфеты. Ананасные они называют. Ну, я мог их заставить себя искусственно или естественно не любить. Они мне нравятся и все. Их можно взять? Да. Попробуй вот перестань их любить. О, не сосы. Можно? Продолжение, можно? Конфеты же можно съесть. И есть их постоянно. Вот они есть, да? Да. А человек же, он, нельзя его заставить ответить? Заставить ответить нет. Ну и свое чувство ты же к нему тоже не регулируешь. Но я к тому, что с неодушевленным предметом проще. Принцип один и тот же. Ты не регулируешь отношение. Отношение у тебя как дано. Все. Вот ты не можешь поменять. Вот тебе черное нравится, белое не нравится. Все. Вот попробуй сделать наоборот. Ты увидишь никак. Никак. Но не меняется. Все. Что мы не возьмем, мы будем определять просто глубину симпатии. А с точки зрения полярности ничего не поменяем. То есть плюс на минус никак не поменяем. Да, согласна. Где сильнее тянет, да. Я понимаю, что конфеты и... Уже просто другой шаг, что получается мы можем реализовать к неодушевленному предмету свою любовь какую-то. Это просто силу мы чувствуем, но не полярность. Сила, да, может минус. Юра, добрый день. А вот мысль такая, ведь физиологию природы мы не можем регулировать. Вот ты своим примером, будучи в монастыре, живя несколько лет без женщины, как ты справлялся с сексуальной энергией? Дело в том, что она завязана на определенную работу сознания. Энергия и сознание у нас как бы очень связаны эти два аспекта. Так вот, это энергия как бы второй чакры. Если знаете структуру чакры, да, то это вторая чакра. А я когда пошел в монастырь, у меня была задача в седьмую попасть, понимаешь. То есть намерение лежит здесь. И когда вторая начинает вибрировать, ты говоришь просто, до свидания, мы идем туда. И через какое-то время все, она уже больше... Если тебе все время, ты заходишь, понимаешь, в столовую, а тебе говорят, до свидания. Ты опять, тебе до свидания. То есть в какой-то момент ты понимаешь, тебя тут не покорят. Все, понимаешь, ну просто, уже больше не идет туда. Ну я понимаю, ты дверь закрываешь, но природа же она не дала нам право управлять. Она прет, дверь стучится. Внимание, внимание, такая волшебная штука, внимание, понимаешь. Если оно к чему-то прилепилось, вот у него есть доминантный принцип, понимаешь. Вот принцип доминантный. Вот оно взяло что-то, что ему реально интересно и подперло. Вот фильм Сансара есть такой, там хороший пример, видел? Да, видел, да. Там даже во сне это проявляется прямо, прет. И ничего с этим не сделаешь. Понимаешь, если тебя ущипнуть в двух разных местах, и в одном посильнее, ты второе вот это щипание, то оно не чувствуешь, понимаешь. Ну вот представь, да. Что у меня ущипнули в седьмой чакре и все. Второе, там что-то чешется, но все, да, уже не актуально. Пока седьмая не отцепит, все остальные не волнуют. Что является источником интереса? Не найдем мы это место, да. Еще один вопрос туда. О правильном и неправильном действии? Нет. Тут же правильных и неправильных действий было. Спасибо, вопросов нет. Очень тесно. Конкретные люди, чувствуете, человек, кожу попробовал, все, все. Все, все. Скажите, пожалуйста, почему с вашей точки зрения ментальный, ну так называемый духовный опыт в разных культурах очень отличается, это раз. А во-вторых, имеет какой-то определенный тренд. Вот у христиан вот такой и только такой, там у буддистов он должен быть такой, по описаниям, да, определенный. Я думаю, что промежуточные ступени будут отличаться, поскольку каждая традиция имеет имя и форму специфическую. То есть буддисты предлагают одни формы, христиане другие и так далее. Вот это будет меняться. Но окончательное состояние, оно за пределами имени и формы. И там уже нельзя назвать его буддийским или индийским. То есть это не аспекты объективной реальности, это просто формы настройки разных культур, да, на процессах. Можно так сказать? Мы просто поднялись, я пытаюсь. Имя и форма будут все время отличаться. Имя и форма в разных традициях будут отличаться. Но задача — выйти за пределы имени и формы. Вот это состояние во всех традициях будет одно и то же. Но ведь тогда состояние за пределом имени и формы в разных традициях тоже описывается по-разному. Но это опять имя и форма. Описание — это имя и форма. Да, они будут использовать свой язык, каждая традиция будет свой язык использовать. То есть мы никуда не денемся. Тогда какой смысл на них, как бы, имя пользоваться, этими описаниями? Смысла нет. Тебе интересно? Опять понятно. Спасибо. А еще тогда вопрос такой. Вот есть люди, которые говорят, что видят ангелов или видят демонов. Действительно эти духи существуют? Ты их видел? Нет. Все, я тоже. Слава Богу. Вопрос снимай. Здравствуйте. У меня такого рода вопрос. Вот мы говорили про интерес, про внимание. Меня вот что беспокоит, я боюсь потерять интерес к человеку, к делу какому-то. Оно мне начинает нравиться, я начинаю в нем работать, но оно оказывается не так, не то, что я как бы ожидал от него. И в какой-то момент я понимаю, что, ну, то есть, это мне как бы нужно, но уже не сильно интересно, как мне с этим справиться. Почему тебя это беспокоит? Это естественная фаза узнавания чего-то. Когда я что-то узнал, вот тут не знал, стало интересно, узнаю, узнаю, узнал. Все. Как бы естественная фаза. Почему тебя это беспокоит? Не знаю, боюсь ошибиться. Нет, ну, если узнавание произошло, интерес гасится автоматически. А окончание интереса к чему-то, это преддверие интереса к чему-то другому. Что тебя беспокоит? Что-то в какой-то момент станет для тебя снова интересным, что же другое. Ты пойдешь туда с такой же силой, вдохновением и так далее. Я просто не знаю, как бы не различать, в чем нужно больше прикладывать усилия, а в чем нет. Усилия являются следствием интереса. Если усилия уже не прилагаются, значит, неинтересно. Бросай. И здесь, естественно, наступает некая фаза такая пассивности, ожидания, предвкушения. Безходящее. Да, возможно, бездеятельности какой-то там. Это нормальное состояние. Ты хочешь все время быть в драйве, в таком, не терять ни мгновения, жить на максимуме. Поверь, затухание – это максимальная жизнь. Нормально. Когда что-то затухает, у тебя потеря интереса идет. Это как переваривание. Ты вытаскиваешь из этого какие-то смыслы, чувства свои осмысляешь и так далее. Это нормальная вещь. Нельзя же все время кушать. Надо же переваривать еще. Правильно? Ну, да. Спасибо. Спасибо. У меня такой вопрос. Я когда о чем-то думаю или что-то наблюдаю, у меня очень сильно реагирует сердце. И бывают такие ситуации, когда мне очень больно. Вот меня вопрос касается этого. Боль сердечная. Она не постоянная. Касается определенных каких-то вопросов, каких-то наблюдений. Вот это боль. Как к ней относиться? Приведи пример. Ну, вот, например, ситуация есть, в которой я ее наблюдаю у родственников, допустим. Какая там ситуация? Ситуация такая, с моей точки зрения. Я говорю о себе. С моей точки зрения, она, ну, как вам сказать. Вот я смотрю, что не всем хорошо в этой ситуации. Вот я смотрю, этому человеку явно, вот я его чувствую. Ему нехорошо. А этот вынужден что-то делать, чтобы там что-то кому-то показаться. И я чувствую вот эту вот дисгармонию в ситуации. И мне больно. Это я что-то неправильно? Это мое восприятие неправильное? Или это… Как к этому относиться? К этой боли? Я ее физически чувствую. Что тут не так? Твоя способность чувствует, все работает, как говорится. Ну, как к этому относиться? Как к естественному моменту? Или это мое восприятие какое-то не такое? Отношения с болью напрямую завязаны на зрелость личности. Зрелость личности. То есть, если ты не осознаешь свою боль, ее причины, формы проявления, каким образом ты себе ее компенсируешь, это говорит о том, что ты не до конца искренне, а просто с собой. Если тебя цепляет сильно чужая боль, это однозначно говорит о том, что ты со своей не разобралась. То есть, когда ты выясняешь с болью отношения, ты должна пересмотреть все ее формы, где у тебя болит, что болит, каким образом ты себе компенсируешь эти боли. Такой, в принципе, длительный процесс. Когда ты с этим разберешься, тебе будет ясно, как это работает у других. И это не должно вызывать какого-то сопротивления. Я думаю, может, это страх какой-то. Для меня из того, что ты говоришь, ситуацию ты, конечно, абстрактно описала, но, тем не менее, у меня ощущение, что ты со своей личной жизнью до конца не разобралась. То есть, отношения между другими людьми ты видишь как негармоничные какие-то. Тебе удалось гармоничные отношения построить в твоей жизни? Я считаю, удалось. Может, это потому, что у меня были негармоничные. Может, я с этим связана, я не могу сказать. Понимаешь, построенные гармоничные отношения – это такое глубокое состояние, которое тебе должно открыть принципы, по которым они строятся. Если ты их принципы понимаешь, тогда ты видишь, почему у людей идут негармоничные. И сопротивление это у тебя никакого не вызывает. Но ты понимаешь, они как бы маленькие, они должны вот это всё ещё постреляться, побиться, подёргать. Только так они поймут, что такое боль, как она чувствуется, как она переживается. И они по-другому это не поймут. Вот у меня видно несогласие с тем, что они будут драться. А я же хочу, чтобы им было хорошо, и чтобы они сразу всё поняли. Раз – и поняли. И чтобы перестали это делать. Способность чувствовать, она у нас имеет два полюса. Понимаешь, радость и боль. Нельзя этот полюс убрать вообще. Как ты его уберёшь? Каким образом? Это естественная способность чувствовать жизнь. Если это убрать, то представь, вот человек не чувствует боли. Он будет делать поступки, которые будут приносить такие плоды. нерегулируемое состояние. То есть, понимаешь, боль является как неким сигналом тебе о том, что ты делаешь что-то не совсем так, как надо. Это естественный сигнал о твоём действии. Понимаешь? Твоего же сердца, тебе же сигнал. Сделай что-то по-другому. Что тут не так? Как по-другому тебе дать понять это? Понимаешь? То есть, это как некое, в принципе, регулирующее начало. Понимаешь? А мы хотим избежать его. Как ты собираешься жить, избегая регулирования вот этого? То есть, ты не придёшь в баланс просто. Понимаешь? Не придёшь в баланс, если не будешь чувствовать боль вообще. Нельзя всё время сидеть в какой-то радости. Как это? Что это за состояние? Это только ум можно себе представить состояние. В жизни невозможное состояние. Потому что твоя способность чувствовать радость предполагает и вот эту вещь. Ну, никак. И только на вот этом балансе возникает некая мудрость. Понимание. А, вот это я тут перегибаю уже палку. Нельзя это делать. Я доставляю кому-то неприятность. Если я вот этого не чувствую, представляешь, как моя жизнь пойдёт. Поэтому, когда я вижу, что вот он пошёл, сделал что-то и кому-то доставил боль, и он чувствует, что он это сделал, через вот это чувствование он регулирует свою жизнь. Я ещё хочу вот сказать, что вот бывает, это не всегда такая вот прямо вот так я чувствую, а иногда, потому что рядом кто-то вот чувствует боль, и я начинаю чувствовать эту же боль. И я уже запутываюсь, где я чувствую, где человек чувствует. Я не говорю, что ты не разобралась со своей болью. Со своей болью, которая была в твоей жизни, ты не увидела её источники, не разобралась в механизмах, как она у тебя сложилась. Поэтому ты её будешь, хочешь не хочешь, проецировать на других людей, и, естественно, там будет немножко клуба нецент. Ты понимаешь, как кривое зеркало получается. Кто бы ни подошёл, он будет отражаться криво своими зерками. Эту кривизну и создаёт боль. То есть на тебя было в какой-то момент давление жизни, болезненное. Ты в этот момент, у тебя две реакции. Ты или прогибаешься под это давление, или выставляешь жёсткий щит. Две реакции. Правильно? Вот и всё. Вот тебе получается. Вот я должен быть ровным, а я или прогнулся, или выпукнулся. Вот искажение, которое создаёт боль в нашем жизненном пространстве. А дальше ты ходишь, если ты всё время прогнутая. Понимаешь, кто бы ни пришёл, он будет чувствовать вот эту твою штуку. Твоё пространство жизни. Ну, вот какое-то маленькое хоть направление. Куда двигаться, чтобы избежать, не избежать, а разобраться в этой боли? В свою историю свою или? Да? Да нет, зачем историю? Прямо по ходу жизни кто-то тебе доставляет очередную боль. Да? Ну, ты дальше живёшь, и кто-то тебе доставляет очередную боль. Кто-то опять что-то делает с тобой. Не так, как ты ожидал. Вот этого достаточно, чтобы начинать разбирать. Зачем-то всё это пересматривать. Говори, ну, сейчас посмотри, вот пришёл человек, что он сделал, почему, какого рода боль он тебе доставил. Взять, удели этому внимания просто. А мы что делаем, когда боль доставляется? Мы ищем способ компенсировать эту боль. Как от неё уйти, мы ищем. Мы не смотрим на неё, а ищем способ, как её загасить как бы. Как от неё выйти. Облегчить как бы состояние. Ну, всё, если ты идёшь в компенсации, ты её не рассмотришь просто. Если тебе доставили боль, сядь и сиди. И смотри. И ты увидишь данную. Не компенсируй её ничем, и ты увидишь, что там будет происходить. Извините, я не совсем поняла эту метафору по поводу прогинаться под боль или ходить ровно. Вы можете объяснить? Прогибаться или ходить ровно? Да, а можно только что рассмотреть. Ну, я предлагаю просто посмотреть взаимоотношения с болью через процесс давления. То есть, ну, когда мне становится больно. Когда, вот я, вот нормальная моя здоровая рука, с ней ничего не делать. Тут, если кто-то начинает что-то с ней делать, образно говоря, давить, да, то получается две реакции. Если кто-то давит, мне надо или прогнуться, чтобы давление ослабло, да, вариант, или тут выставить какой-то щит жёсткий, который бы держал это давление. Других вариантов нет. Как ослабить давление? Вот у нас, получается, две реакции во время давления. Я или соглашаюсь, прогибаюсь, и всё, и мне говорят, ну, всё, он как бы сдался. Можно больше не бить его, не давить. Или я даю жёсткий отпор, и говорят, этого лучше не трогать, он немножко не в себе, да. Ну, правильно, две реакции. Ну, вот, и теперь, получается, представь, я всё время или прогибаюсь всё время, или всё время как бы бью. Вот это и есть крайности, в которые я могу прийти. Понимаешь, крайности. И получается, вот это и есть как бы некое искажение в моём жизненном пространстве. Искажение. Я тут или сильно агрессивный, или сильно печальный. Или продавленный, или выпуклый, понимаешь? Или впуклый, или выпуклый. А середина? Середина это и есть, когда вы увидите и агрессию в себе, и печаль в себе, ясно и осознанно. Тогда вы можете прийти и понять, что такое середина. А иначе в середину не попасть. Нет другого варианта. Ну, я бы хотела ещё задать свой вопрос. Ну, как бы у меня уже с детства одна и та же проблема. Мне кажется, ну, часто кажется, что как бы окружающая меня жизнь, она совсем неинтересная. Поэтому я как бы могу целыми днями заниматься только тем, чтобы придумывать себе какую-то другую жизнь, какие-то другие истории, которые не связаны никак со мной или как бы с моим окружением. Вот. И это мне очень мешает жить, потому что, ну, например, если я устраиваюсь на работу, через месяц где-то мне эта работа надоедает и кажется как бы совсем скучной, и я перестаю работать, и, соответственно, меня увольняют. Вот. И я бы хотела спросить, как от этого можно избавиться. Ищи следующую работу. Нет, ну, как бы проблема в том, что я не могу сосредоточиться ни на чём, что касается реальной жизни. То есть, как бы мне интересно только придумывать какие-то истории. А что ты там придумываешь? Из спортсмена, из свежей карты. Ну, это, на самом деле, очень долго рассказывает, но что-то, как бы, ну, что-то наподобие того, что пишет Достоевский, вот такие вот сюжеты только, ну, как бы в реальном времени вымышленной стране такое. Я не совсем, правда, понял. Ну, типа, тебе вот сейчас скучно тут сидеть, и ты прикидываешь, что мы все на подводной лодке, да? Или что? Или что-то, знаешь, ну, это партсобрание идёт, да? Или что? Ну, я не совсем понимаю, как ты в вымышленное состояние попадаешь, да? Ну, я придумываю себе героев, мир, в котором они живут. И вот, например, мне что-то надоедает, и я начинаю, как бы, придумывать развитие их жизней. Вот так вот. И вот так могу придумывать несколько месяцев подряд. Тебе надо куда-нибудь на это. На телевизор. На киностудию, где он фильм делает, да. Может, ты там устроишься? У нас в монастыре был один монах, ему когда было скучно заниматься тем, что ему там поручили, он, например, там представлял, что в комнате летает 12 будд. Будды 12 штук летают, все сидят в подмассане, и вокруг там летают, да. А когда мы клеили там объявления, чтобы нас не трогали власти, он представляет, что тут Нарасимха, лев этот, знаете, из истории ведической, он сейчас охраняет эту площадь, и все столбы вокруг этой площади. Почему бы нет, да? Понимаешь, тебе Господь дал творящий разум. Твори. Почему бы нет? Варианты не ограничены. Правильных вариантов нет. Слушай, все. Есть твой или не твой. Ищи свой. В конце концов, ты найдешь такую форму, которая будет проявлена и интересна и тебе, и другим людям. Ну что, мы будем продолжать партсобрание? Что на поездке дня еще? На нашей подводной улице. У вас на сайте я прочитал биографию Экхарда Толли, и он пишет, что в один момент заметил, что в нем множество людей живет, которые за то, за это, то есть это не дает ему как бы покоя уже, и он с этим не может дальше жить, и как бы я тоже заметил это в себе. У тебя сколько их? Дюжина точно. Дюжина? Да. Ты их пересчитал? Ну те, что постоянно самые такие, настойчивые, то есть ломятся. Так, и в чем вопрос? В итоге, когда я это начал наблюдать, это выглядело как маршрутка, в которой куча людей едет. Да. Но когда ты на нее смотришь, ты не можешь в ней быть, в принципе, ты уже где-то со стороны стоишь и чувствуешь себя, ну можно так, деревцем. А в итоге, ну то есть, хорошо ты как бы деревца про маршрутку так забываешь, потихоньку успокаиваешься, но здесь те, кто в ней сидели, начинают лезть на это деревце и ломать эти деревца, трусы. То есть, я так понимаю, наблюдение за, ну вообще просто, это обычно простое наблюдение является самым лучшим удобрением для этого деревца, то есть, чтобы не гонять этих обезьян, этих уже, то есть, с него, просто дать ему, как бы, просто смотреть и все. То есть, больше удобрений никаких, в принципе, не надо, а то мне там какие-то тоже, придумываю себе тоже какие-то партсобрания, гильдии магов, где надо развиваться, то есть, там, что-то делать еще, или достаточно просто жить, как ты жил, но все это наблюдать, как бы, ну... Это придумывающе, он в маршрутке сидит или нет? Ну да, он еще там же, то есть... То есть, там еще сидит еще... И тот, кто еще, ты как бы понимаешь, что это какой-то тупик, в итоге надо только наблюдать, и он уходит, но потом опять приходит, и вот такая вот... То есть, это как бы только наблюдение, спасения другого нет, я так понимаю. Ну, я тут, да, обычно советую, сядь и сидеть. Не давай им включаться. Они будут, как бы, подрывать тебя, поехали туда, или полезли сюда, да, надо продолжать сидеть. В какой-то момент они просто затихнуты. Деревце станет сильным, ветки крепкие. Да, ты увидишь. А мы потеряете интересы. Ну, а им не дают ничего, понимаете? Да, им станет неинтересно. Им, да, они все же. А вот еще образ жизни, как бы, вроде, как мне раньше казалось, вел неправильный. Тут, вроде, начинаю вести правильный. Можешь немножко уточнить, что там было неправильно, в том образе, да? Ну, чувствуешь внутри, что здесь тебе лучше не находиться, лучше идти в другую месту. Но это где? Ну, в компании определенных людей, неосознанных, более. Вроде идешь более в осознанных, ну, как бы, там, где уже... Ну, ладно, и что? Ну, все равно чувствуешь, что сейчас вообще можно, как бы, ну, не находиться, вообще, как бы, ну, интерес теряется, что к тем компаниям, что к тем, ты как-то так раз потом просто смотришь, ну, как это... Это, опять же, только наблюдение. Ну, не интересно так, не интересуйся, правильно? То есть, то, что вы уже отвечали, но... И все дело в интересе. Ну, ты узнаешь себя через все это. Через всех этих ребят узнаешь, какой ты. Ты же, там, с друзьями один, с девушкой другой, с родителями третий, с детьми четвертый. Почему ты это все называешь какими-то чем-то не тем? Ты везде разный. И тебе хочется узнать, какой ты. Будешь пробовать, что не так с этой маршруткой? Почему это что-то такое, от чего надо избавиться? Ты так узнаешь жизнь. Как она устроена? В какой-то момент ты чувствуешь, что ты нечто большее, чем все эти ролики. Когда тебе это станет интересно по-настоящему, ты пойдешь туда. Эти ребята не будут тебе мешать. А сейчас дай им реально побегать. Чтобы они сбегали туда, куда хотели. А если ты сейчас уже всех чисто в маршрутку, и это все просто куклы какие-то, а я не то, это как искусственный немного процесс. Нельзя быть одним и тем же, понимаешь, с женой и с ребенком. Ты разный там, разный. Но в какой-то момент ты увидишь, да, прямо почувствуешь, что ты нечто большее, чем все эти ролики. Когда ты это почувствуешь, тебе не надо. А как эти роли потом? Они сами по себе, они уходят на какой-то другой план? Я же говорю, у вас когда ущипнут здесь, да, то все вот эти вот, которые тут чешутся, они... Роль мамы, роль бабушки, допустим, я же разная, да? И если я куда-то, как вы говорите, ущипнусь, то эти роли у меня будут старостепенные или они постепенно... Они же должны жить со мной. Ты не можешь сама ущипнуться, тебя ущипнут. А роли мои должны сохраняться? Вот тот, кто ущипнет, он распределит и все роли дальше, не переживай. Ну, это здесь там, да, вот что-то там щипается. Я понимаю, мысль, да, сила мысли какой-то там этой жизни. Нет, мысль это бледное отражение источника. Он имеет силу гораздо большую, чем просто мысль. Ты не можешь его репарировать. А вы сейчас как кто присутствует? Чистое осознание или как человек? Ты понимаешь, в чистом осознании невозможно разговаривать. Да. Если вы в чистом осознании, значит, мир внутри вас, все это, как... Я вот не понимаю вот эту вот картину. Ну вот и все. Понимаешь, когда я говорю чистое осознание, и ты говоришь чистое осознание, мы разное содержание вкладываем в эти термины. Нет. Тебе интересен мой ответ? Да. Кто ты? Кто я? Мы с тобой одно и то же. Я хочу увидеть это. Ты смотришь сейчас на меня, как на себя? Да. Если говорят, что каждый человек перед тобой — это зеркало, значит, я смотрю в зеркало. Здесь важна очень искренность в том, как ты чувствуешь, как происходит твое восприятие. Ты же окрашиваешь свое восприятие, отношение. Сейчас ничего. Ну как? Ну ты сейчас на меня смотришь, вот на меня смотришь, и вот стоит. Видишь? Это одно и то же? Нет, не смотрю на него. Ну посмотри на него. Посмотри на него. Посмотри, посмотри. Я прошу тебя. Хорошо. Вот на стенку, посмотри на стенку. Видишь стенку? И мне в глаза посмотри. Видишь разницу? Или это одно и то же? Мастер говорит. Подожди, мастера, давай мастера маним кожу. Мастер кому-то говорил, зачем-то, почему-то. Я тебя конкретно спрашиваю. Настройся на то, что происходит прямо сейчас. Ты запуталась, начиславшись там. Я запуталась, начиславшись там. Я тебе простой вопрос задаю. Ты сейчас не вспоминай мастера, а слушай, что я тебя спрашиваю. Ну вот как понять, мир зеркальный. Чего тут понимать? Смотри, стенку видишь? Меня видишь? Это одно и то же? Не знаю. Как так? Ну что, подряд она. Ну если такой простой вопрос, ты не знаешь. Как так не знаешь? Нет, это все. На слушай. Все, сразу включается. На слушай. Ну это же ты. Ну это же ты. Ну это же ты. Ну это же ты уже заобъяснял о себе мир. Я тебе говорю, хватит его объяснять. Смотри, как происходит простое восприятие. Простое восприятие. Видишь, один палец. Да. Два. Да? Ты же не говоришь, не знаю. Два. Ну все, стенку видишь? И меня. Одно и то же? Нет. Ну вот, наконец. Теперь посмотри, чем мы отличаемся со стенкой. Просто посмотри. Ты на стенку смотришь и на меня. Разные же чувства возникают. У тебя чувства разные возникают. Правда, когда ты мне в глаза смотришь? Правда? Посмотри на стенку, на всякий случай. Вдруг у тебя одно и то же. Разное? Ну ты же смотришь мне в глаза. Ты же чувствуешь что-то особенное. Правда? Словно живое что-то, когда ты смотришь мне в глаза. А там не живое. Ну вот. А вы как на меня видите? Смотри. Продолжай смотреть. Подожди. Успокойся. Не объясняй ничего. Просто смотри. Ты сейчас объясняешь себе, что ты смотришь. Объясняешь. Это объяснение, это как окраш... Ну, ты окрашиваешь. Картинку, которую ты смотришь, ты ее окрашиваешь объяснением своим. Этим мы и отличаемся. Тем, как ты окрашиваешь. У тебя ко мне возникает отношение. Ты сейчас слушай. Я сейчас ничего не объясню. Я просто хочу у вас узнать все. Не надо меня узнавать. Я тебе пытаюсь объяснить, как я чувствую. Ты же меня спрашиваешь, как я чувствую. Но я тебе объясняю. Смотри. Просто смотри в глаза. Ты видишь, что ты меня окрашиваешь. Я для тебя какой-то... Ну, я какой-то для тебя. Правда? Попробуй убрать эти характеристики. И приди к простому чувству. Ты есть и я есть. Все. В этом мы с тобой абсолютно равны. Понимаешь? Абсолютно равны. Здесь не может быть ни у кого преимущества. Ты есть и я есть. Эти два чувства абсолютно одинаковы. Но ты не можешь сейчас быть в этом. Когда ты смотришь на меня, ты меня окрашиваешь. Когда ты смотришь на себя, ты себя окрашиваешь. Твое я есть окрашено сейчас чем-то. Вот и все, да. Вот и вся разница между нами. Как убрать силу? Сядь и смотри, я есть. Как убрать? Смотри на я есть. Я смотрела. Ты продолжай. Сколько ты смотрел? Очень давно. Ну, мало смотрел. Если тебе реально хочется посмотреть без красок, сиди и смотри. Как только рука хватает и начинает что-то рисовать, положи. И смотри на то, что ты просто есть. Этого достаточно. Вот там мне с тобой одно. Как только ты начинаешь себе объяснять и раскрашивать, вот тут все. Пошло все многообразие. Ну, чем я тебе могу помочь? Я сидел. Понимаешь, просто сел и сидел. И когда моя рука тянулась краском, я ее второй рукой убирал. Я когда смотрелся в танк ваш, и вы девочке подарили, что головы нет. Ты смотришь на меня глазами. Значит, это чувство идет отсюда, откуда-то. Видение. Ты сейчас не увидишь это. Не увидишь. Мы со стенкой пять минут разбирались. А сейчас без головы тебя остается. Мне страшно даже. Стенка очень не украшена. Мой совет такой. Сиди, смотри, я есть. Не надо тебя без головы, перестань об этом работать. Концентрируйся на я есть, если тебя методика интересует. Но мне... Это целях внутрь или ты? Мне кажется, тебе рановато этим заниматься. Рановато ты рванула туда. Вот вы говорите, рановато. А если ее уже что-то там щипает? Или она заблуждается? Тот, кто щипает, тот и даст. Не переживайте. Он просто так щипать не будет. Почему тогда она не понимает, что заблуждается ли рановато? В какой-то момент наступит, она поймет. А этот период как жить ей? Мучатся. Ну, не хотелось бы. Послушайте, я вот не понимаю. Как может это происходить по-другому вообще? Вот попробуйте мне объяснить, как можно стать бесстрашным, если тебя никто не пугает. А? Как можно стать бесстрашным, если никто не пугает тебя? Как ты будешь проверять свое бесстрашие? А? То есть кто-то должен попугать меня. Говорите, а можно как-то вот стать бесстрашным, чтобы вообще не пугал никто? Ну, чтобы я точно знал, что я бесстрашный. Я не представляю просто, как это можно сделать. Ты хочешь увидеть себя за пределами всех состояний. Как это можно увидеть, если не переживать состояние? Попереживай все состояния и посмотришь на тебя за пределами всех состояний. Представляешь, что ты вот эти состояния попереживала и говоришь, пора за пределы. А вот эти? Ты их как не допробовала, понимаешь? Дощупай тут уже все, чтобы тебе вот это все реально перестало быть интересным. Реально. А сейчас у тебя каша, из того, что ты пощупала, каша вообще, каша, это сначала надо разложить все. Понимаешь? Это наше время, да? Ну да. Сознание. Сознание должно стать однонаправленным, ясным, точным, сильным и однонаправленным. А ты тут не можешь даже разложить что-то. Как ты туда пойдешь? Как ты там с однонаправленным пойдешь сознанием? Мне кажется, я думаю только об одном. А интуиция в этом случае не помогает? Интуиция в этом случае, твоя интуиция, тебе должно что-то подсказывать? Я ей подсказываю. Ну вообще каждому человеку в жизни, да? Каждому, кто спрашивает. Я же не ловлю тут в Киеве каждого. Знаешь, что моя интуиция тебе подсказывает? Ну, меня. Моя интуиция. Что твоя интуиция? Что тебя интересует? Я тоже так не думаю. Что моя интуиция насчет тебя подсказывает? Нет. Твоя интуиция насчет нее подсказывает? Вот, как говорится, нужно здесь немножко подумать, как-то все расставить на свои места, а потом думать следующий. Да, вот я все по поводу вот. Давай по твоему поводу, да? По ее поводу пусть она спрашивает. Я вот спрашиваю. И вот когда мы, допустим, идем какой-то определенный период, да, вот, или момент этой жизни, мы должны подключать, ну вот, интуиция нам подсказывает? Она на автомате, у всех включена. Ты ее попробуй выключить, интуиция. А, ты все равно у нас. Однозначно, да. Выключить интуицию, это все равно, что не помнить прошлый опыт. Как можно не помнить прошлый опыт? Это что за состояние? Как вы относитесь к деньгам и какова степень важности в вашей жизни? Ну, деньгами. Ты со своими деньгами не знаешь, как разобраться? То есть, мне кажется, как я отношусь к деньгам. У тебя с деньгами все в порядке? Да. Ну, все. Да что тебя беспокоит мои деньги? Нет, просто ваше отношение интересно. У меня есть к деньгам отношение. Есть. Вот какая разница? Вот что от того, какое оно, как это влияет на твою жизнь? Мне интересно. Что за интересное? Это просто любопытство какое-то. Конечно, вот я не чувствую... Просветленный человек, как относится к деньгам. Просветленный человек – это абстракция. Абстракция. Вот про меня мы можем поговорить, да. Но я вот не понимаю суть интереса этого. Я не понимаю суть интереса этого. Взять и относиться точно так. Не получится у меня больше. То есть никак, да? Я же говорю, у меня есть к деньгам отношение, конечно. Я никак не могу почувствовать суть твоего интереса. То есть, понимаете, есть реальный живой интерес к чему-то. Вот человек мучается, понимаешь? У него есть реальный живой интерес. А есть просто любопытство. Любопытство отличается вот такой поверхностностью и чайной... Ну, несерьезностью какой-то. Какого цвета у меня носки? Неинтересно тебе? А? За сколько, да? Да. А за сколько? Эти вопросы просто бесконечны, понимаете? Они просто бесконечны. И они, ну, как бы ни о чем. Такой вопрос. Уже вроде как и не интересует ничего, а хочется, ну, буквально просветления. Но все равно же остаются дети, остается семья. Я так для себя решила, что, ну, буду вот с тем, что есть. То есть, есть такое ощущение, что в каждый момент есть какой-то шанс, есть какая-то возможность. И когда пытаюсь что-то делать вот при каждой, казалось бы, возможности, все равно стоит ощущение, что вот я вру вроде как себе. Что, врешь? Вру, да. Что все равно, потому что наступает следующий момент. Я понимаю, что вот следующий момент я уже не могу быть искренне, не могу устремленной быть. Что-то ребенок дергает, тут муж, тут второй ребенок, тут еще звонок, тут еще что-то. Я понимаю, что у меня уже, ну, раздра идет. Не до просветления. Не до просветления точно, да. А хочется. Чем я могу помочь? Я чем могу помочь? Есть ли такая возможность? Вот пока нет возможности вот в ретрит уходить надолго, нет возможности оставить семью, ну, не как маленькие дети. Если вот, вот есть ли эта возможность, если есть ощущение, что каждую минуту дается шанс? Или это мне только кажется? Понятно, что это не просветление каждую минуту, но это может быть шаг навстречу уже, шаг в эту сторону. Например, работать с состоянием. Да, мне какая-то вот ситуация, и приходит состояние какое-то. Ну, я для себя понимаю, что я могу в этот момент вовлечься эмоционально, там, включить свои комплексы какие-то, боли бывшие, да, еще что-то. Ну, если я, например, в этот момент, ну, как бы в адекватном состоянии, могу на это со стороны посмотреть. Вот сколько еще нужно поднажать вот каждую минуту, чтобы, ну, наконец, выйти уже к этому? Тут я обычно советую понять, что у тебя нет выбора. Иначе ты хочешь найти какие-то правила, какие-то лазейки, что-то как-то попытаться опять регулировать. Ну, контролировать. Ну, контролировать, да, состояние, реальность, направлять ее куда-то. Это сизифов труд. В какой-то момент ты поймешь, что оно не регулируется просто. Не регулируется. Это не сложно, на самом деле. Сесть и посмотреть, что нет выбора. Это не сложно. Состояние тебе дано. Ты просыпаешься с утра с конкретным состоянием, оно тебе дано. Ты не можешь себе создать его там, во сне, взять, создать состояние, в котором хотела бы проснуться. Ты просыпаешься и обнаруживаешь себя, правда, в состоянии. Так теперь пойми, так проходит целый день. Так проходит целый день. Ты смотришь свою жизнь, а не делаешь ее. Если ты это понимаешь, тогда у тебя возникает некое согласие с тем, что происходит. А так у тебя, получается, жизнь сейчас делится на то, что вот это дети, муж, это как бы не то, а вот тут вот святое пространство, а я все никак не сяду перед алтарем. Все тянут туда. И вроде как уже ничего не интересно, как ты говоришь, вроде только просветление интересует. Меня сразу твое вроде настораживает, понимаешь? Вроде не пойдет. То есть ожидать не стоит? Просто наблюдать то, что дается, да? Не то, что наблюдать то, что дается, а быть открытым просто этому. Откройся этому, что происходит. Наблюдать – это словно быть в какой-то дистанции. Нельзя с ребенком быть в дистанции. Как ты можешь наблюдать ребенка? Его надо чувствовать все время. Как ты можешь наблюдать? У меня есть ребенок, да. Вот подошел ребенок. А я в присутствии. Тогда он очень громко подойдет. Он подойдет. Почему он подойдет? Потому что с ребенком у нас открытая система, открытая. То есть его надо чувствовать. Нельзя закрываться. Как только начнешь закрываться с ребенком, он тебе даст знать обязательно. Дети это вычисляют быстро. Поэтому ты говоришь, я вот сейчас нахожусь, да? Открытая система у тебя сколько? Двое детей и муж. Ну, как минимум три, да? Три существа тебя постоянно чувствуют. А ты говоришь, а мне свою способность чувствовать хочется свернуть и направить туда. Как ты это можешь сделать, понимаешь? Никак. Они мне усилением, что ли, да? Кто-то истерикой, кто-то претензий, кто-то еще. Они мне показывают, что у меня нет другой возможности, кроме как открыть. Нет выбора, да. Раз ты создала, вот распахнула руки, они зашли к тебе в сердце. Ну, все, как ты их оттуда... Это тебе нужно... Там ущипнуть, там, понимаешь, да. Ты скажешь, ребята... Сморочу. Выборчайся. Получается, значит, пропадает интерес? Возникает сильный интерес в такое место, которое ты не можешь игнорировать. И там ты уйдешь. Хочешь, не хочешь, уйдешь. Будда исторический ушел. От всех ушел. Тоже была молодая жена, ребенок, отец. Царство все ему, отец там, да, вот и так далее. Братья. Свернулась, потому что возникла сильный импульс, который невозможно игнорировать. Создать себе такой импульс не получится. Искусственно создать. А так получается, мы читаем книжки и говорим, надо всю жизнь посвятить чему. И все. Вот по книжкам, да, оно не получится посвятить. Паша, дай микрофон. У меня сейчас несколько вопросов. Первое, по поводу внимания. Насколько я понимаю, оно все равно переключается. Вот ты приводишь пример про архитектора, который идет. Я, допустим, музыкант. Я, да, ну, по образованию, я слышу, когда звуки, они у меня в ноты переходят внутри. То есть я невольно начинаю анализировать там особенно, ну и так далее, и тому подобное. И вот первый у меня рождается вопрос, что внимание не всегда связано с интересом. То есть, допустим, вот профессионально просто обосновано, что внимание может на что-то падать. Ты не всегда осознаешь интерес. И либо срывается внимание. Не всегда осознаешь интерес. Сам интерес не всегда осознаешь и не всегда сможешь его сформулировать. Ага, то есть как есть разная сила интереса, да, как есть разный объем интереса. То есть тебя можно спросить сейчас, почему туда смотришь, ты скажешь, не знаю, смотрится и все. А какой, какого рода интерес ты даже не объяснишь ни себе, ни другим. Но чем больше ты смотришь и чем больше ты трогаешь то, что ты смотришь, именно трогаешь. То есть что-то делаешь на эту тему, как прикасаешься к этому. Тем больше возникает чего? Чувство. У тебя возникает чувство, когда ты трогаешь. Я могу наблюдать просто за чем-то, а потом подойду, потрогаю. Когда я потрогаю, у меня возникает чувство. И чувство является ответом тебе на твой интерес. Интерес удовлетворяется чувством. Он не может умозрительно удовлетвориться. Надо тронуть то, что ты хочешь. Когда ты потрогаешь, у тебя возникает чувство, которое тебе говорит, а эта штука там горячая или холодная. А, да, все. И он затухает. Когда чувство легло, он затухает сам автоматом. Вот пока чувство не ляжет, ты будешь так же перебирать, смотреть, крутить. Чувство формируется только от действия, от прикосновения. В каком-то виде надо это начать трогать. Ну, образно говоря, трогать. Все равно у меня какой-то рождается вопрос, чем регулируется внимание. Потому что оно явно, мне кажется, оно регулируется внутри чем-то. И, как я вижу, интересом регулируется, нет? Ну, интересом. Я именно это и говорю. Ты интерес не регулируешь. Это да. То есть контроля все равно нет. Потом у меня второй вопрос, который мне не очень нравится. Про выбор, избитая тема выборов, существования, несуществования. Я когда-то очень подсела на это как на идею. Ну, и там рождаются у меня пока матерные слова по этому поводу. Вот. И смотри, как пример. Вот, да, например, я утром просыпаюсь. И да, действительно застаю себя в каком-то состоянии. Ну, затем, в принципе, если хоть что-то ты практикуешь, да, ты выбираешь либо остаться вот в этом состоянии, либо изменить его. Особенно, если я, например, просыпаюсь... Стоп, стоп. Прямо тут. Ты говоришь, если ты что-то практикуешь, практиковать что-то или не практиковать, у тебя нет выбора. Не понимаю. Ну, ты говоришь, вот я просыпаюсь, и передо мной лежит кусок сыра. Да? У тебя отношение к нему дано, все дано. И ты говоришь, а рядом лежит ножик. Вот я могу взять его и разрезать. Ты не берешь, не режешь. Ничего. Ты смотришь, как это все происходит. Тенденция взять ножик, и вообще тенденция его порезать, она в тебе возникает, ты ее обнаруживаешь. Почему его не порезать? Ты просто обнаруживаешь его. Словно представляешь его уже порезанным, а потом берешь ножик и доделываешь то, что представила. Так вот, представление его порезанным, оно тебе залетает. Ты его не делаешь. Что тебе залетит? Что делать с этим сыром, понимаешь? Как распорядиться этим куском реальности? Оно тебе залетает, как вариант. И из этих вариантов, оставить его таким или сделать его порезанным, к чему-то у тебя склонность больше. И все. Понимаешь? Оно тебе залетает, и ты говоришь, вот прикольно порезать. Треугольничками. Ну и все. И все. Дальше это действие уже обслуживает тот образ, который залетел. Так вот, образ ты не регулируешь. Теперь посмотри, так проходит весь день. Он весь день так проходит. Тебе залетает что-то, как следующее чувство, которое ты хотела бы почувствовать. А потом ты просто подходишь к этому моменту и трогаешь. Все. Бывает неожиданное, что тебе приходится что-то чувствовать, что ты словно не планировал. Ну, кто-то тебе подкинул чувства. Но и тут у тебя нет выбора, как ты отнесешься к этому. И что ты там, какую оценку ты будешь иметь в этом. То есть, все равно ты остаешься в том же самом принципе. Какие еще у тебя вопросы? Ничего. Так с выбором ничего не ясно до сих пор. Ладно, на записи посмотришь. Ну да, сейчас где-то олоплено. Для меня точнее сказать, что он есть и нет. То есть, думаешь, что он есть, но вечером нет. Что такое выбор? Выбор это предварительное, предварительное взвешивание. Я представляю, вот он порезанный, вот не порезанный. Вот это есть, я словно выбираю, таким можно сделать или таким. Выбор идет. Но потом наступает такой момент, да что тут думать, резать надо. И все, в этот момент ты склоняешься к тому, что резать гораздо больше, чем не резать. Вот тут у тебя никакого выбора уже нет. Склонность к резать становится очевидной. Ты хватаешь нож и режешь его на треугольничке. И на что ты порежешь? И количество кусочков. И все это тебе полностью, в какой-то момент ты чувствуешь, хватит. Ты его не регулируешь, ты себя обнаруживаешь в этом моменте. Чувствуешь, ну все, все, все. Хорошо, тогда... Тогда все. Что еще туда тогда? Тогда, да, тогда. У нас другую тему, только тогда. Ну вот у меня последний такой вопрос, уже мой болящий. Например, вот у женщины вопрос, что у нее уже есть дети, ее тянет в просветление. А у меня нет детей, меня не тянет. В эту сторону. Ну смотри, вот у меня такая жизненная ситуация, что в мои годы родители от меня настоятельно требуют вот семьи, рождения детей. И это, ну это их проблема в какой-то степени. А меня-то это мучает, потому что это прописано. Тебя мучает то, что ты плохая тоже? Ну да. Ну да. Я очень хочу помочь. Я чем могу помочь? Скажи, что со мной все нормально. Ты абсолютно, не стоит вопрос о нормальности, понимаешь? Вообще не стоит вопрос о нормальности. Что значит я нормаль? Ты абсолютная, не имеешь изъяна даже. Как Будда говорил, когда его спрашивали, а уверен ли ты, что ты передаешь то самое учение, которое освобождает? Он говорил, я не приемлю и намека на это. Я даже намека не приемлю. Что это не так. Ну подожди, я смотрю вокруг, да, я смотрю. Я женщина рожает, 99% рожает. Вся религия построена на том, что Богородица и Тара дела, понимаешь? Ну короче, как-то вот, как-то я пока еще не вписываюсь, что я типа правильная какая-то, я неправильная получаюсь, понимаешь? Я повторяю с вопросом, я чем могу помочь тогда? Я же повторяю, скажи, что со мной все нормально. Я тебе сказал, ты абсолютная. Тебе мало этого. А тогда как-то для графа, для ляфы это слишком мало, для отуса много. И мне абсолютно нет. У тебя нет выбора. Смотри, если нет выбора, дальше разворачиваем цепочку. Да. Ну. Если нет выбора, значит нет возможности иметь другое состояние. А ты спрашиваешь, это правильное состояние или неправильное состояние. Я говорю, у тебя нет возможности иметь другое. Перестань делать себе состояние, делать себе отношения. Регулировать, перестань. Это не значит, что ты ничего не делаешь. Ты что-то будешь словно менять там и так далее. Это все происходит дальше. Оно все происходит. Подожди. Перемены будут происходить. Но как это будет происходить, куда это будет происходить? Вот это все ты не регулируешь. Если нет возможности иметь другое состояние, значит ты не можешь ошибиться. Понимаешь? Ошибиться не можешь. То есть что такое ошибка? Я мог бы вот это сделать, а не сделал. Я ошибся, не туда пошел. Надо налево, а я пошел направо. Совершил ошибку. Я тебе говорю, у тебя выбора нет. Через тебя поворачивают направо. А ты себя как бы коришь. Поворот тебе дан, а ты говоришь, я не туда повернул. За тебя повернули. Если ты вот это понимаешь, один раз понимаешь, тогда какие вопросы вообще возникают? Какие могут быть тут вопросы? Мысли вслух. Ты же говорила, что ты слышишь. Юля, можно будет узнать, да. Может, ребята просто разминаются. Просто рождается какое-то чувство долга, виноватности себя. Кроме того, что у тебя нет выбора, то, что тебе как бы, куда тебя поворачивает, это лучший для тебя поворот, лучший. Понимаешь, кроме того, что он однозначный, он еще и лучший, из доступных тебе на данный момент. Сядь, один раз это увидеть, и все. На этом закончится твоя война с реальностью. Что тебе делать? Рожать, не рожать. Ты сейчас притягиваешь сюда каких-то там Деву Марию. Кто-то там рожал, кто-то не рожал. Почему ты тянешь чужие, как бы, судьбы и чужие решения, чужие выборы сюда? В то время, как тебе надо настроиться просто на одну вещь. Ты сама хочешь или нет? Сесть и больше ни на что не смотреть. Ну, как определить, послушайте. Уделите внимание тому, с чем вы хотите разобраться. Как еще можно... Я это определяю как требование со стороны, скорее всего. И вот у меня там, как знаешь, такая вина перед родителями. Ну, и как, оглядываясь вокруг, я-то вижу, что все женщины продолжают род. Я не знаю, что вообще за фигня. Понимаешь, кому-то саксофон не нравится. Ну, не нравится, как инструмент. Его звучание, тембр, все. И о его папе нравится. Он что, должен теперь испытывать чувство вины, что ему не нравится саксофон? Ну, папа, да. Ну, как так? Ну, это же абсурд. Я не могу себе сделать, понимаешь, другое отношение к саксофону. Не могу, просто. Как можно за это испытывать чувство вины? Меня папа отдал на барабан, на баян. А мне нравились барабаны. Ну, как мне сделать, чтобы мне баян так же полюбить, как барабан? Ну, как? Я не могу это сделать, понимаешь? Я с удовольствием, ради того, что я люблю папу, попробовал бы. Я два года отходил на баян. Я понимаю, я тебе принцип рассказываю. Я иду туда из того же самого принципа. Из принципа радости и любви. Я люблю папу, но не люблю баян. Понимаешь? Ради любви к папе я иду на баян. Я все делаю во имя этой радости. Закон одинка. Я вот это, сколько мог, выражал. Но потом я не могу игнорировать себя. Понимаешь? Это получается, я не следую тому же закону. Здесь тоже такая же штука, которую надо любить. Если я ее буду игнорировать, я нарушаю закон. И в какой-то момент я говорю, папа, не могу больше на баян, иду на барабаны. Но, если сейчас мы сидим и гуляем, я достану баян, и имел бы я золотые горы, я сыграю для папок. Понимаешь? Все. В любой момент, два часа ночи меня подними, я сыграю барыню, имел бы я золотые горы, рябинушку и что-то еще там. Я такого с консерваторским образованием не могу. Все, да. Но у меня дома сейчас стоят барабаны, понимаешь, а не баян. Баян лежит у папы. Я не могу игнорировать это. В какой-то момент ты должна найти свое отношение к этому. Свое отношение. Если ты хочешь с этим определиться, собери внимание туда. Не уделяй больше. Вот если это действительно важная вещь для тебя, ну больше ни на что не смотри. Дай этому время, сядь, и два дня только о детях и думай. Не смотри больше ни на что. Сядь и посмотри. Теперь придет, понимаешь, ты обнаружишь, что ты беременная, как у Марии. Она же в непорочном сжачает. Вот это и есть сила намерения. Если тебе лежит намерение, оно перейдет в действие. Обязательно. Это как бы закон. Если оно не лежит, не перейдет. Не парься. Наступит момент, когда ты поймешь, все, все, надо, пора, все. Не для мамы, а вот нельзя игнорировать себя. Дайте микрофон, девушки. Вот сначала девушка вот там вот, вот на ее очередь. Разрешите спросить про чувство долга. Вот мне, то же самое, мои родные говорят все время, ты нам должна, ты должна маме, бабушке я должна. Ну детям понятно, что я должна. Вот, в общем, я всем-всем-всем должна, но мне не хватает всего, чтобы дать всем. В себе еще должна, я же подчеркнул. И себе. В себе тоже должна. Ну да. Но сначала получается все. Вот и получается, что жизнь это компромисс. Постоянный компромисс между тем, кого ты чувствуешь и собой. Ты не можешь игнорировать людей, которых ты впустила в свое сердце. Как ты их будешь игнорировать? Ты же их чувствуешь, но и себя еще чувствуешь. Вот и все. Вот оно получается. Не их нельзя игнорировать, не себя нельзя игнорировать. Так мы и живем. Нельзя их вычеркнуть. Раз ты впустила их в сердце, ну как ты их вычеркнул? Ты их чувствуешь, понимаешь? Ну а правильно это за счет своих интересов удовлетворять их интересам? Где-то ты будешь в их сторону перегибать, где-то в свою. В каждой ситуации ты будешь определяться, как говорится, у тебя выбора нет. Но иногда это бывает болезненно, то это не может. Всегда это болезненно. Потому что кого-то приходится словно игнорировать чуть-чуть, кому-то не достает чуть-чуть. Всегда там будет немножко... Так что всем, понимаешь, не получается. Но никак. Я немножко запуталась с понятиями интерес, желание, намерение. Насколько это одно и то же, что дополняет и могу ли я намерением делать этот интерес качественней? То есть, имею ли я какую-то возможность изменить намерение? Намерение, как глубинное течение такое, мощный поток, в котором выражается в виде конкретных желаний. Желания собирают внимание. И они переходят в действие. Действий куча. А намерение одно. Какое? Быть. Да, вот и все. Рано или поздно ты видишь, что масса действий твоих было сформировано вот этим желанием, а несколько твоих желаний оказывается в своей основе имели одно намерение. Там, свобода или счастье мы хотим. То есть, получается, ян, некое намерение и относительно этого течения... Если масштабы брать, то где-то вот так. Намерение это глубинная такая штука. Она выражается в виде желаний. Желание собирает внимание. Внимание разбросано по куче желаний. Желаний же куча. А намерение одно. Там, радоваться или быть свободным, быть счастливым. То есть, это что-то наподобие, как из ручейков все привезет. Течет далеко. У них есть водовороты, да. А есть пузырьки еще, да. Вот так, да. А потом, да, ты увидишь, что никто никуда не течет. А потом, что я никто никуда... Ты сказал еще раз меня, там, я услышала женщину, но тебя не услышала. Мне кажется, что ты двигаешься куда-то, что тебе надо прийти в какое-то состояние, где ты будешь что, счастлива или свободна. Так вот, когда ты туда идешь, ты попадаешь в конце, в такую точку, в которой увидишь, что ты всегда была счастлива и свободна. Очень эстетична. Спасибо. У меня такой вопрос. Кому и как просить? Чтобы то, что залетало в голову, не привело на поворот набор Титаника? Набор Титаника. То, что принимает за меня решение и делает за меня правильный поворот, не привело меня на набор Титаника. Титаника? Образно. То есть, те, кто на борту Титаника, они как бы не туда живут, не туда плывут, да? Чтобы меня туда кому просить? Кого просить? Сейчас, если их собрать, этих товарищей, которые были на борту Титаника, и спросить, туда ли они плыли, многие скажут, слава Богу, что я был на этом борту. Понимаешь? Если это был правильный поворот? Нет неправильных. Нет неправильных. То есть, ты говоришь, что это начало, которое сейчас тебя куда-то ведет, может тебя не туда привести. Я, у меня другая точка зрения. У него нет такой возможности не туда тебя привести. Понимаешь? Нет такой возможности. Тут нет такого места не туда. Покажи мне это место не туда. Не туда это еще неясное понимание, понимание того, что все туда. сядь и посмотри, присмотрись и увидишь оказывается туда. Вот и все. Как только думаешь, что не туда, удели этому вниманию, увидишь оказывается туда. Не удивило внимание, кажется не туда. Не до конца рассмотрело. Как только рассмотришь, увидишь все оказывается туда. Добрый день. Я тоже немножко запуталась. так все предопределено или все-таки у нас есть какой-то выбор. Или наш выбор это есть предопределение. Или можно просто лапки сложить и ждать когда все это закончится. Есть семья, есть муж, есть дети, ты их любишь, есть родители. Ты тоже в этом живешь и ты радуешься всему этому. Но ты иногда начинаешь смотреть, что все это предопределено. И начинается какая-то тоска. Притом эта тоска, ты понимаешь, что ты начинаешь что-то читать, ты начинаешь читать разную литературу, намерения твои, я не могу сказать, что я в чем-то запуталась, наоборот, есть желание понять все-таки до конца, что же в конечном итоге я должна. То есть я должна прожить вот так, я должна все это принимать, но я уже не радуюсь. То есть момент, все предопределено, я складываю лапки. То есть ты идешь по тому ситуации, к которой ты идешь, ты принимаешь то, что ты есть, ты заболел, ты принял это, ты полюбил, ты принял это, ты все принял. И в то же время тебе от того, что все и это было предопределено, начинается вот эта тоска, начинается эта боль, которую я смотрела ваше последнее, что нужно их до конца принять. И ты это тоже принимаешь, потому что ты понимаешь, что это предопределено. И вот какой-то момент начинается, когда ты отстраняешься от мира, который существует, и ты понимаешь, что ты одинок. Хотя у тебя в общем-то все хорошо, даже не в общем-то, все хорошо. И вот начинается вот этот момент, какая-то такая вот, а еще когда ситуации бывают разные, и ты понимаешь, один человек борется, а другой человек просто складывает лапки. А в общем-то ситуация предопределена. И вот в данной ситуации начинаешь искать христианство, буддизм, что угодно. Ты начинаешь искать какой-то путь. И опять-таки он что, предопределен? И вот этот какой-то замкнутый круг. Спасибо. Вот послушай интонацию, в которой ты говоришь. надрыв. Ты чувствуешь надрыв, печаль, да? Ты чувствуешь, что нет, я просто не вижу тебя. Ты сидишь там в микрофоне. Сядь как-то. Чувствуешь? Ты микрофон не отдавай, только возьми. это энергия, понимаешь, ощущение недовольства, надрыва, печали. Это энергия, которая тебя выведет. Она тебя и поведет дальше. Не переживай, ты тут не останешься, ты выйдешь из этой комнаты, правда? Почему? Потому что у тебя есть надежда, что все это поменяется и станет по-другому. Надежда у тебя не угасла. Ты говоришь, руки опускаются и наступает депрессия, апатия. Это умозрительно, ты умозрительно логически докручиваешь это все. Логически. Но если брать твои чувства, то чувства там не тупик. Там нет тупика. И нет ощущения полного бессилия и абсолютной беспомощности. Щипают получается. Дощипают переживать. Понимают не получается как. Щипают, ты входишь в это состояние и опять-таки ты с ней справляешься. Я боюсь, что этот щипок может быть уже тот, который ты гранит и его не бойся. Тебя щипают куда надо. Я не чувствую, понимаешь, тупика на самом деле. Вот понимаешь, вот этот надрыв, это есть та энергия конфликта. Ты остро чувствуешь конфликт. Вот это ощущение конфликта, оно заставит двигаться дальше. Ты будешь дальше чувствовать свою жизнь. Будешь продолжать ее чувствовать. В какой-то момент тебе на это чувствование придет осознание, смысл придет какой-то. Пока смысл не пришел, щупай дальше. Сиди, щупай дальше. Он тебе придет, да. Потому что нельзя тебе раньше времени давать смысл. Понимаешь, что нельзя. Надо нащупаться, все пощупать. И после этого возникает ясная картина. А, так я в кладовке. понимаешь? А так ты говоришь сырые овощи, плесень, жуткие звуки. В какой-то момент ты говоришь, фу, так я в кладовке. Приходит осознание обязательно, как некое откровение обязательно. На все, что ты нащупаешь, придет некое откровение. откровение будет ответом. Откровение не получилось, щупай дальше. Когда ты поймешь, что ты в кладовке, ты вспомнишь, где у тебя выключатель. Понимаешь? Включишь свет и увидишь, все, вот сюда, выходить сюда оказывается. А вот этот момент, когда до тебя дойдет, это может быть уже конечный пункт? Откровение не является окончательным состоянием. Откровение это всего лишь осмысление, некий смысл на ту ситуацию, в которую ты попала. Эту ситуацию осмыслила, тебя поведет в следующую обязательно. Реальность бесконечна. Тебе захочется щупать дальше. Что значит конечный? Это как представляется? что ты и все заянно плакал. И больше ты не двигаешься или что? У тебя больше не это. Здесь ничего не вибрирует. Как получается ты начинаешь искать безысходность ничего подобного. Безысходность не чувствуется. Но чувствуется, что начинаешь делать то, скажем так, ну вот как играешь в компьютерную игрушку. Вот в этом лабиринте я еще не была. Вот пойдем по этому лабиринку. А там полный беспредел. Думаешь, зачем там тебе надо? Ты возвращаешься. И опять вот этот момент, это просто вот именно какой-то замкнутый круг. Нет замкнутого круга. Вот что я тебе говорю. Нет замкнутого круга нет. Ну что значит замкнутый круг? Вот я не знаю что-то, да? Возникает интерес, захотелось что-то это. Вот тут я пощупал, возникло чувство. Я не могу опять сюда прийти в чувство не знаю. если у тебя есть ощущение движения по кругу, то ты сюда приходишь с новым опытом, с опытом чувства какого-то. Каждое мгновение ты щупаешь эту жизнь. И этот опыт ты не можешь игнорировать. Ты каждое мгновение другая. Где тут может быть вообще круг или замкнутое состояние? Ты каждое мгновение другая. О каком тупике вообще речь? Ты предполагаешь что дальше наступит некий тупик. Если я вот это выключу, вот это выключу, вот это и вот это. Это умозрительное предположение твое. Ты попробуй выключить. Эти вещи не выключаются. Понимаешь? Не выключаются. Интересно не можешь выключить. Твоя природа такова. Понимаешь? Твоя природа. Ты ее поломать не можешь. Твоя природа сознавать то, что есть. Сознавать реальность. Ты ее творишь и сознаешь одновременно. Но ты себе представить понять не можешь, как это так происходит. Мы привыкли чувствовать себя субъектом, все остальное объектами. Это все внешнее, неконтролируемое. Мы никак не видим эту реальность как себя. Никак. Поэтому возникает ощущение вот этого закрытого одиночества и куда вот этот комочек деть, эту маршрутку. Куда ее пристроить, чтобы все было с ней в порядке. Вот ты бегаешь, пытаясь пристроить, пока не разочаруешься в этом занятии. Ты должна разочароваться, нечего ее пристраивать никуда. Когда ты ее оставляешь, вот тут начинаются другие отношения с тем, что ты называешь внешнее. с внешним начинаются другие отношения. А пока у тебя вот эти отношения в старом принципе, здесь тебя ждет определенное разочарование. Ты пытаешься найти такое место, где ты устроишься. Ты там устраиваешься, а оно раз и рассыпалось. Ты опять устроилась тут, а оно раз и рассыпалось. Ты во внешнем пространстве пытаешься место найти. Пока ты вот такие отношения с этим пространством имеешь, здесь есть места очень клевые, прикольные. Можно устроиться, порадоваться какое-то время. Вот это ощущение и создает тебя как бы манит. Ну ведь бывает же, да. Ну бывает же, да. Но в конце концов ты понимаешь, что-то как не удовлетворяется все равно. Что это за место? Найди его. Что за недовольство? Где она? Какого рода она? Пока ты его как бы не увидишь, ты не поймешь, чем его закрывать. Наша природа, вот, например, в философии йоги, она описывается тремя качествами. Сат, чит, ананда. Бытие, осознавание, блаженство. И когда мы пытаемся вернуться в изначальное состояние, мы идем сначала через блаженство. Мы пытаемся через радости, которые здесь доступны, прийти туда. Потому что они самые доступные получаются. Мы перебираем радости. Но радости перебираем от временных вещей. Поэтому никак не поймать. они все временные. В конце концов мы оставляем вот эту штуку и говорим все, надо воскезу, никаких радостей. Этот путь как бы не работает. Я займусь чем? Сознанием своим. Я разберусь с сознанием. Сознание тут оказывается существует. Да? Надо с сознанием разбираться. Ты начинаешь чем разбираться с сознанием? Самим сознанием разбираться с сознанием. Оно как ты думаешь разберется? в конце концов и тут ты понимаешь тупик какой-то. Остается вот эта штука бытие. Будь, просто будь. Ты в конце концов понимаешь. Ты начинаешь не то что понимать, а начинаешь внимание свое настраивать просто на бытие. в чем суть бытия. И тогда ты увидишь, что суть бытия это процесс сознавания, а процесс блаженен. Все эти вещи объединятся. Когда ты увидишь суть бытия, они объединятся сами по себе. Автоматом. так вот ты сюда не можешь прийти, пока бегаешь за отголосками блаженства, или пока пытаешься умом разобраться с умом. Ум с умом никогда не разберется. Как он может разобраться? Он не заинтересован в том, чтобы разобраться. Это не тот мотив. Чтобы разобраться с умом, надо выйти словно в другое место. Но я не могу как бы отвертка не может починить отвертку. Понимаешь? Да, или глаз не может посмотреть глаз. Мы же знаем эти примеры. Так вот, на уровне логики мы упираемся в этот парадокс и все. Вот надо дойти до этого момента и перестать. Перестать как бы пытаться в этом принципе увидеть. Но сколько ты там будешь биться об эту стенку. Это ухаж на свое. Добрый вечер. Вопрос состоит в следующем. Мы все поняли, что мы едем в маршрутке. С разности не в сверху. Я точно еду в маршрутке. С определенным интересом. И вот вопрос про любовь. я понимаю, я люблю и это чувство я никак не могу из себя как-то изгнать, избавиться. Я прекрасно себя ощущаю в этом положении. Но вопрос следующий. Как избавиться от иллюзорности того, что я был в отношениях, отношения были полнейшим слиянием. И вот избавиться от иллюзорности того, что после разрыва может быть какое-то опять соединение. То есть не веришь, что будет соединение? Я верю в то, что будет соединение, но я не верю в то, Это как про искусственное что-то иллюзорность. Причем эта иллюзорность? Вот вопрос в том, что мы оба понимаем, что у нас есть интерес к друг другу. Про кого говоришь? Про себя и про девушку? Да, про себя и про девушку. и есть ощущение вот этой любви, но мы разошлись, мы сейчас не в отношениях. Зачем разошлись? Вопрос. Не понимаем. Они же не выбирают. Интерес есть? Да, есть. Так, но чего расходитесь? Вот вопрос в иллюзорности. Кажется, что это интерес какой-то не совсем настоящий. Да, то есть как это проверять, иллюзорность? Критерием является радость. Тебе радостно с ней? Все. Радость, но не может быть иллюзорной. Ты ее чувствуешь, наполняется теплом каким-то. При чем тут иллюзия? Что значит иллюзия? По большому счету все тогда иллюзия. Если ты не уверен, что ты реально испытываешь искреннюю радость, здесь препятствием может быть только боль. Какая-то боль, которая была тебе доставлена. Я об этом говорил. Боль искажает твою способность чувствовать. Конечно, тогда разбирайся с болью. Разберешься с болью, тогда начнешь чисто чувствовать. Вот как разобраться тогда с болью? Это большая тема. Я провожу семинар два дня, чтобы понять, рассказать, как мы закручиваемся в нее, понимаешь, и как из нее выкручиваться. Два дня, чтобы увидеть весь этот механизм. Сейчас коротко не отвечу. Вот тут микрофон. Дайте. Следуя за своим любопытством, меня всегда интересовал вопрос, зачем люди называют себя такими именами, типа Кришну, Вишну, Сиддхарта. Это как-то, ну, я не знаю, в традиции, в какой-то, то что-то значит, ну, или это нарциссическое расстройство. То есть, это вопрос, почему у меня такое имя? Ну, не только у вас, у многих моих знакомых есть такие имена, вот, я знаю Вишну и Кришну. это те, кто попадает в бедрегеры, связанные с индуизмом, кто занимается поклонной практикой. Учителя дают имена, что тут не так, какой нарциссизм? Имя дается для того, чтобы ты словно отлепился от старого образа. Ну, от старого образа отлепиться. Плюс имя несет определенный смысл или связанно с каким-то божеством. То есть, изначально эта традиция идет от видящих учителей. У индусов дети рождаются сразу с духовными именами. Это духовное имя, они получают как бы духовное имя. А мы, ну, как бы, духовность своих имен не чувствуем. Меня назвали в честь Гагарина. Понимаете, они Соргадату в честь... Спасибо. Еще такой вопрос. Ну, у меня в жизни так произошло. Я... Мне было много любопытства к выходам из тела. И вот в один момент я не смогла зайти очень долго и сильно припугалась. То есть, любопытство осталось. Еще какое-то время меня колбасило, я пыталась туда попасть. Но страх в конце концов, любопытство угасил. Это тоже предопределено. то есть, вы говорили про следование за своим интересом. Но ведь в этом случае и во многих других в моей жизни мой интерес прекратил страх. и тогда у меня, получается, нет возможности за ним следовать. Страх и интерес это как две части одного и того же. Мне что-то интересно, но страх является как некой преградой, что ли, барьером безопасности, чтобы я не хапанул лишнего или не сделал чего-то, что разрушило бы меня там. Понимаете? То есть, страх это всегда олицетворение некой силы, которая лежит за границей. Там лежит сила. То, насколько тебе страшно, это равно то, насколько тебе там интересно и лежит сила. То есть, это комплект. страх преодолевается прикосновением. Прикоснись, найди точку прикосновения, в которой тебе страх, но ты можешь тронуть. Без прикосновения страх не уходит. Страх это ментальное представление. Это просто ментальная конструкция, которая тебе дает как бы вариант развития событий, в котором ты беспомощно не справишься, в котором тебе большая угроза идет какая-то. Да? Я там, допустим, боюсь прыгать с парашютом. Чего я на самом деле боюсь? Я боюсь, что не раскроется парашют. То есть, что я делаю? Я кручу вариант развития событий, в котором оплык. Правильно? Ну, как бы наихудший вариант развития событий. Я кручу. Но, это что? Это всего лишь мое представление. Как его преодолевать? Реальным прыжком. Точно не раскрылся. Понимаете, когда происходит прыжок, там дальше разворачивается реальность. То есть, если он не раскрылся, я не то, что боюсь, я должен что-то делать. Это не вопрос крутить страх. Я должен предпринимать действия. На это у меня есть запасной парашют. Запасной не сработал. Молитва есть, понимаешь? Там всегда есть какое-то действие. Надо что-то делать дальше. Что там бояться? Уже понятно. Сейчас шлют. Ну, и так далее. Поэтому, прежде всего, надо рассмотреть сюжет, который тебе там предлагается. Значит, у нас осталось пять минут. Кто пришел с острым вопросом, коротко, давайте. Юрий, скажите, пожалуйста, чтобы прийти к какому-нибудь пониманию, просветлению, осознанию, каждый человек должен пройти свой жизненный путь, я так понимаю. Правильно? То есть, он проходит какие-то жизненные сложности, ситуации, и получить подсказку, это, ну, это, как вы сказали, чем я могу помочь? Вы сами отвечаете. И вот, я задаю вопрос. Цель ваших семинаров и миссия ваша вообще. Вот вы много, очень много труда ложите на путешествие, я так понимаю, по всему миру. принцип остается тот же самый. Мне это еще интересно делать. Все, как только будет неинтересно, я просто прекращу. Вот станет скучно, я прекращу. Это не миссия. Принцип лежит один. Мне интересно это общение. Но все-таки каждый человек проходит свой путь. Я в некотором смысле сокращаю время кому-то возможно через вот такое прикосновение. То есть за два дня семинара мы рассмотрим такие штуки например, которые человек бы там разбирал может кто полгода, кто год, кто два года. А я вот человек набрал материала какого-то и не может его словно осознать. Вот происходит за два дня семинара у него словно раскладывается что-то по полкам. Мне это интересно, как это происходит у людей, понимаете. Я вижу как бы как у него лебло. У него меняется лицо, у него меняется осознание, у него дальше меняется как направленность что-то. Мне это интересно. Вот такого рода движения такие. Я смотрела много ваших семинаров, почти все, кстати, в интернете. Я поняла, что все равно чтобы какому-то пониманию прийти просветлению все-таки нужно пройти этот трудный путь самим. столкнуться со всеми сложностями, проблемами самим. И как бы вы не объясняли, не разъясняли, не раскладывали по полочкам, пока человек не столкнет. Конечно, только через собственные события. Вот судя даже по вашему жизненному пути. Событие дает чувство. Если нет чувства, ты не наполняешься какой-то мудростью. Мудрость это точное знание, что надо делать. Как я могу определить, что надо делать? не имея способности чувствовать. Я должен почувствовать, что надо делать. Это нельзя подумать, придумать, что тут надо делать. Это есть так называемая интуиция. Надо настроиться словно. Я настраиваюсь и говорю, не, ребята, туда не ходить. Там что-то не то. Это чувство. А чувство является результатом опыта, чувствования. Поэтому пока не начувствовался, не включается эта способность, она как незрелая. И с этой слабостью нельзя идти уже за пределы. Как можно идти за пределы, не набрав некую силу? это. То есть там просто парадокс получается. Нельзя за границу перейти, не имея силы. То есть вы можете только чуть-чуть подкорректировать, а в принципе человек идет по своему пути. Конечно, набирать событийный материал должен каждый сам. Я не могу за другого набирать событийный материал. Но вот как бы разложить его, осознать, помочь, да, вот тут это как бы можно сказать суть процесса. подняли вопрос страха. Я делала некоторый опыт ретрита, больше пыталась сидеть. Сколько ты сидела? Ну недавно, я не знаю сколько я сидела. Ну дней сколько? Ну не в ретрите, я говорю пыталась, например, два часа сидеть, час, то есть попытки, и все упирается всегда в одно и то же после того, как пытаешься себя вернуть к вопросу, кто я, после всяких этих помех. я прихожу я прихожу всегда к одному и тому же жуткий страх, когда начинает все трясти тело, и из-за этого страха, буквально я, находясь в этой эмоции, я не могу дальше продолжать, потому что, ну, действительно страшно, и начинаешься, ну, начинается задышка, и прочее, прочее. что ты посоветуешь, как себя дальше к этому готовить, что это за паника, и что это... ретрит такая серьезная, большая тема, это, ну, как... там достаточно много нюансов разных, то есть я тебе коротко не отвечу. Ну, это как, понимаешь, тебе надо получить образование, там, медика, тебе надо пять лет учиться чему-то, да, а тут ты хочешь выйти за пределы обусловленного сознания. Как, думаешь, надо поучиться этому? Надо поучиться... Там есть целая система, как бы, ее надо изучать, пробовать, практиковать, изучать. Ну, я это просто к этому отношусь как к некой подготовке, чтобы подойти к моменту ретрита. Вот, что подготовка твоя упрется в состояние, которое ты не можешь осознать, да, и тогда ты должна быть что? Открывать учебники и осознавать. Для того, чтобы рассказать все эти нюансы, я провожу обучающие ретриты. Вот мы садимся там минимум три дня, это минимум, я считаю, человек должен быть. Это три полных дня. Тогда у него возникает осознанное состояние, что у него там происходит, правильно ли он сидит, как надо чиститься, куда направлять внимание. Ну, это целая система. вот вы сказали, если у вас пропадает интерес, вы прекращаете. Все так живут. Все так живут. А если при этом вы вот прекращаете, и при этом вы чувствуете, что те люди, с кем вы общались, дальше нуждаются в вас, у вас не будет возникать чувства, ну, скажем, эгоизма там? Я же говорил об этом. Люди, которые в вас нуждаются, это люди, которых вы спустили в свое сердце. Как вы можете их игнорировать? Никак. Ну, и себя тоже не можете. Вот этот баланс и будет регулировать вашу жизнь. Не то, не то нельзя игнорировать. Где-то вы пойдете в сторону себя больше, где-то в их сторону больше. Но вы не можете в одну сторону наклониться, в эгоизм какой-то, и дальше там жить. Тогда вам придется их вытащить из своего сердца, понимаете? Полностью их игнорировать. Нельзя тут сидеть и балдеть, понимаете? Как ты можешь балдеть, если люди, которых ты любишь, страдают? Что это за балдеж? Тогда, выходит, ты их не любишь. Хорошо, давайте тогда еще на одну секундочку вернемся к вопросу барабанов и баянов. Да. Если вы не любите, такой. Это проще. Вот я в барабаны, да, играю, мне интересно, у меня есть интерес, желание. Вот. А папа просит, да, на баяне поиграть. Но нет у меня желания. Но не хочу я играть. Ну просто не хочу, даже несмотря на то, что это мой родной папа. Да. Вот. Как мне с этим жить? С одной стороны, я иду в свое желание, я живу классно, да? А с другой стороны, у меня подсознание, что я вот неправильно, ну, кому-то что-то должна, да, как бы. Мы не найдем правила. Нет правила. Правила нет. Что сейчас делать? Это всегда ситуация конкретная. В каком состоянии ты? В каком состоянии папа? Сколько гостей собралось? Как давно ты брала баян? и так далее, и так далее. Это все. Наступает момент, это надо определиться. Послушай, я же отвечаю на твой вопрос. Слушай. Я вообще глупо. Слушай, учись настраиваться, да, видишь, вот и все. Учись настраиваться на ситуацию. Я же тебе объясняю, надо настроиться. На себя надо настроиться и на всех, кто ждет, когда ты возьмешь в руки баян. На них тоже, на всех надо настроиться. Вот и все. Когда ты настроишься, ты поймешь, что делать. Все. Все. Абстрактную ситуацию, что тут делать, слушать или не слушать папу, или слушать везде, мы не найдем правила. Абстрактную ситуацию нет смысла обсуждать. В какой-то конкретный вечер ты будешь знать, что делать. Прямо сейчас ты знаешь, как выйти из этой комнаты? Вот точно так же ты будешь знать, что делать в тот вечер, когда папа будет просить за баян. Так вот, сейчас у нас кончилось время. Я очень рад, что вы все пришли, чудесно с вами пообщались. Всего доброго. Спасибо, что пришли. До следующих встреч.